Доброго вечера всем любителям волейбола на стадионе Динамо, что находится в столице Башкортостана, в городе Уфе. Вот-вот стартует матч уже 16-го тура российской волейбольной пари Суперлиги между Уралом и Факелом из Нового Уренгоя. Поэтому Роман Потолюк 1 метр все-таки закрывал в приеме. Будюхин справляется, снова неудачная атака в центре сетки, а со стороны Факела снова удачная атака Корнеэнс. Ковальчук Будюхина, Будюхин справляется, передача на Потолюка, Потолюк по рукам, но смягчает его, отлично действует блокирующий Факела. И вот она быстро передача на Энса, Ушков отлично играет в защите, передача будет на Ковачевича. А Ковачевич находит дырку в блоке, видимо Василий Капранов все-таки решил не прыгать. Даже выше антенны сразу прямиком шел в руку Энсу, но там Эбадипур смог прочитать. С Дененкиным уже не справились. Потолюк отыгрывается, Ковачевич подстрахует, хорошая доводка. Якутина не может вложиться в эту атаку. Будюхин тащит. Передача на Потолюка, еще раз по рукам и здесь. Да, вот так вот неудачный отскок от пальцев, блокирующего прямо точно в центр площадки, куда не успел никто из волейболистов Факела. Денейкина, в этот раз не рискует, планер снова Денейкина. Хороший прием. Сразу же передача на Ковальчука и Ковальчук грамотно, прям под линию сбрасывает. Еще одна подача Эбадипура. Капранов атакует и какое хорошее попадание в линию, где были блокирующие Урала в этот момент. Резко в Донане, хороший прием, очень быстрая передача на Энса. Не успевает Ковачевич закрыть это направление. Гранкин резко в Будюхина, все снова с шестого метра сложно будет атаковать. Там Ковачевич или не сложно? Разводит руками Корнея Энс, не понимая, где же прошел этот мяч. Ушков. Мощно в Донане. Хороший прием. И сразу же быстрый, мощный, классный пайп. Станислав Динейкин это был. Предыдущие подачи Якутина, кстати, принесли Урал пару брейков. И вот сейчас, да как так, такой мяч простой? Не доводится. Паталюк. Капранов великолепен в защите. Просто мяч перебрасывается снова в Будько. И Роман Паталюк забивает. Очень рискованно Роман Имполов, конечно, действует. При счете 24 со стороны факела, выпуская замены игрока. И вот, мои опасения подтвердил Никита Морозов. Подавая в сетку Проса, отдает факел партию. 25-21, 1-0 в пользу команды Урал. И, возможно, это и спасло от касания по рукам. И Бодибург принимает. Передача на Паталюка. И Паталюк вламывает мяч в линию. Я думаю, надо привести в порядок площадку. Возможно, там в месте удара по мячу небольшая яма. Гуцалюк в Донане. Отличный прием. Быстрая передача пайп. Там без шансов. Быстро, мощно. Ну, так и травму можно получить, на самом деле, если войти уж слишком сильно. Капранов пасует. И забивает Денейкин. Вот это да. На трех блоках очень грамотно Станислав разыграл этот мяч. В этой ситуации Паталюк Мельников подает. И хорошо сбивает Милата Бодибур. Двойной блок остался для него незамеченным. Вторая подача Якутина. Донане. Хороший прием. На одном блоке. Забивает Танц. Да, да. Как раз противоход. Чуть не обрывается мяч у Ковальчука. Передача на Ковачевича. Успевает он сбить мимо Сергея Гранкина. Тоже Александр Будько очень быстро на Ковачевича направил мяч. Александр Будько укорачивает в Донане. Неудобно пасовать Гранкину. Зато удобно атаковать Энсу. И вот же Капранов вколачивает мяч в линию. Так что это очко для этого игрока. Уже свистят болельщики на стадионе Динамо. Снова и Бодибур в приеме. Быстрая атака на этот раз через блокирующего. И Егор Якутина вколачивает мяч на подачу. И у Урал замена произошла. Фролов вышел на площадку вместо Будюхина. И сейчас Фролов должен достать этот мяч. У него это получается. Но в Будько прилетает здесь мяч в игре. Но он просто переведен на сторону факела. И очень легкий. Очень легкая атака и легкое очко для команды гостей. Динейкина. Отличный прием. Быстрая передача в четыре. Капранов сбрасывает. С выбитого мяча будет атаковать Ковачевич. И забивает Ковачевич. Фантастика на самом деле. Что творит Уруш Ковачевич сегодня? Уцалюк Динейкина. Передача на Капранова. И Капранов забивает. На самом деле много передач молодому доигровщику. Особенно с выбитых мячей. Планер готовится подавать. Подает. Дана не страхует Капранова. Передача на Энса. И кто это был? Это был Егор Якутин. Успел добежать до этой быстрой передачи. И закрыл 27-25. Великолепная партия. Интересная. И сразу соседком Ковачевич. Знакомы ли с этим волейболисты Факела? Похоже, знакомы. Справились с приемом и забили. Мало того, что знакомы, еще и поддержали этот быстрый темп. Да, готовится к подаче планер. Данани закрывает пол поля. Отлично принимает. А Василий Капранов, несмотря на то, что ему помогли не принимать, да, и дали вот этого темпа для разбега. Капранова выключил его из атаки. Но не выключил из атаки Денейкина, который готов был к атаке Пайп. Раз за разом мяч достигает пола. Будюхин принимает. Атака Якутина. Капранов смог достать этот мяч. Будюхин грудью отбивает этот мяч. И без атаки остался Урал. Ух ты, Корненс, как вколачивает мяч. Без шансов вообще. Такое, конечно, может быть. Классная подача от Мельникова. Справляется с ней. И забивает Роман Паталюк. Да, уже пора бы. Пора бы начать играть в команде Урал. Укороченная. Готов Ковачевич. Ему же Пайп. И вот он, первый эффективный Пайп со стороны Урала. Со стороны Факела мы и видели их достаточно много. И у Сергея куча вариантов, куда направить мяч. Поэтому, конечно, надо выбивать. И Кутина отлавливают. Но без атаки будет Факел. Гуцелюка, точнее. Будько оставляет мяч в игре. С выбитого мяча будет атаковать Ковачевич. Не совсем ему удобно. Как мне кажется, в очередной раз. А по факту все оказывается более чем удобно. Забивает Урош Ковачевич. Причем одного амплуа. Подача в Мельникова Александра. И Александр Мельников против Артема Мельникова забивает. Ковачевич в Данане. Гранкин на Энса. И тут Энс мимо блока. Феоктистов-Мельников ничего не смогли ему противопоставить. У нас Егор Феоктистов. Снова классная подача. Гранкин сбрасывает сам. А Фролов всунулся в середину площадки. И уже не смог этот подстрахованный мяч достать дальше. 20-25, 1-2. У Бадипура, но подача получилась. Как минимум. Что здесь показывает Уфимцы, что было много касаний. Но нет, игра продолжается. Ковачевич. Ну вот, наверное, то, что хотел сделать и Бадипур. Только без такого сильного замаха получилось и у Уруша Ковачевича. Пытался вылезти и сыграть мяч, который мог сыграть и игрок Урала. Александр Будько сбросил вторым касанием. Смогут ли они на этом же уровне всю партию выдержать? Будюхин играет. И вот он, второй классный пайп от Урала. На этот раз Милата Бадипур был готов. Лучший волейболист сегодня в составе Урала. Но ничего не выходит. Еще одно очко очень легко берут гостей. Он подает в Будюхина. Баталюк. Даже Баталюка уже блокируют. Будько еще раз на Баталюка. Видимо, для уверенности. И Роман вколотил мяч. 8-14. Спорит Станислав Денейкин. Как-то кризис наступает у Уфимцев. Энс очень мощно в Будюхина. Гуцалюк классно скинул. Но даже не особо празднует у Уфимцев это очко. Слишком уже большой разрыв. Эмоциональных мячей. И вот Баталюк подает по линии Денейкина. Ему же подвешивают на блок. Отыгрывается от блока Денейкин. Разрывает блок Гранкин. То в одну сторону, то в другую сторону. И в комфортных условиях атакует его нападающая. В Ковальчука получилась эта подача. Энс не рискует. Но получилось даже опасно. Паталюк. Перешел мяч на половину Урала. И какой прием у Гуцалюка неудачный получился. Да так, что мяч перелетел точно на Ковальчука. Чего не скажешь про Факел. Факел почувствовал, что может переломить эту игру. Может выиграть. И у них все получается. Кроме того, чтобы закрыть Романа Паталюка. Основному либера своей команды. Подача от Мельникова в Ковальчука. Паталюк забивает. Ну такое ощущение, что Паталюк остался единственным, кто забивает. Ну что, придаст ли вот этот мяч каких-то эмоций? Урал 16-24 счет. Вот Паталюк подачу сумел сделать. Пайп. И на этом точно уже партия завершается. 2-2. Впереди несколько минут отдыха. И решающая партия. Но сейчас партия короткая. И все может решиться. Абсолютно в разном направлении. Гуцалюк. Переходящий мяч забивает. У Фа выходит вперед. 3-2. Классная подача Табадипура. Теперь Александр Гуцалюк. Уже другой стиль подачи. Абсолютно. Снова вывитый мяч на Капранова. Ну как такие мячи падают, это просто непонятно. Якутий решил не прыгать. Игрок подающий не подавал подачу. Будько не ошибается, но и не рискует. А Сергей Гранкин заранее вытащив одну руку. Показывая всем, что я буду сбрасывать. Квальчук. Ух, очень тяжелый прием у Ибадипура. И не будет атаки. Уфы, да будет еще какая. Вот это да. Вот это у Рожковачевич. Фантастика. Теперь и Никита. Никита попался тоже. Мощно в Данани. Тот классно принимает. Достает Якутий мяч в защите. Атаковая Ибадипура. Сбрасывает. Передача будет на Энса. Энс тоже сбрасывает. Данани. Данани хорош в этом розыгрыше. Просто переброс. Гуцалюк завершает этот розыгрыш своим мощным ударом в Гранкино. Мимо блока. Будюхин справляется. Быстрая передача на Ибадипура. Ибадипур забивает в 3 метра. Сам же идет подавать. Укорочено. Данани. Данани хорош. Ибадипур оставляет мяч. Шанс у Паталюка. Паталюк забивает. 14-11. Ну это уже матч-бол у Урала. Конечно постарается сделать для этого все. Подача есть. Прием не самый хороший. Данани пасует. И не попадает Динейкин. Сумасшедший матч. Очень похожий сценарий. Как в прошлой игре против Динамо и ЛО. Спасибо большое за внимание. Впереди еще вас ждут комментарии тренеров и игроков. Не переключайтесь. Ну а мы свою работу на этом матче заканчиваем. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова